Всем привет, уважаемые друзья, зрители, подписчики, все, кто желает посмотреть это видео. Сразу скажу, что это видео будет рассказываться о соколе чеглок или копчик в простонародье называется. Борьба против золотистой щурки. Тут это видео специфическое. Для тех, кто имеет эти проблемы, может обратить внимание и выслушать это видео. Для тех, кто не заинтересован, можно переключиться на другие видео. В конце моего видео вы можете подобрать интересующую вас тему. Итак, друзья, на Кавказе и в Средней Азии для борьбы со щуркой некоторые пчеловоды используют сокола чеглока. Тут написано народное название чеглока копчик. В Узбекской ССР он известен под именем Крыгай. К-Р-Г-Крыгай. Крыгый. В Абхазии чеглока используют на охоте за перепелкой. Вот такая небольшая информация. Читаем дальше. Который моментально догоняет щурку в воздухе и убивает ее на лету. В течение года один сокол может убить до 2000 щурок, но главное, что чеглок, издавая своеобразные звуки, отпугивает щурок от пасеки и обращает в бегство их в стаи. Обычно сокол-чеглок обитает по опушкам лесов или перелесках, где встречается много мелких птиц. Как перелетная птица, чеглок распространен повсеместно, кроме районов Крайнего Сейра. Также избегает безлесных пространств. По своей природе чеглок – типичный хищник. Питается он главным образом свежим мясом, убитых ласточек, жаворонков, стрижей и т.д. Иногда ловит жуков и других крупных насекомых. Голодный чеглок нападает на голубей, куропаток и даже уток. У молодого сокола оперение на верхней стороне тела коричневого цвета, а у старого – темного, аспидного цвета, переходящего на верхней стороне головы около ушей и глаз в черный. Светлая нижняя сторона тела испещрена продольными черными пятнами. Оперение ног и надхвостя имеет цвет ржавчины. Ноги желтые. В длину чеглок достигает 31-35 см. Чеглок прилетает к нам из теплых стран не раньше конца апреля. К гнездованию приступает поздно в мае или июне. Гнездо вьет на деревьях по соседству с жилищем человека. Поэтому обратите внимание, если вы обратили внимание, что возле вас где-то появился этот копчик или сокол-чеглок, то это вот возле вас рядом он может построить. Часто используют для этого материал старых вороньих гнезд. Чтобы использовать чеглока для борьбы со щуркой, его нужно приручить соответствующим образом выдрессировать. Приручение чеглока и его выращивание, хотя и требует времени и настойчивости, но то и другое несложно и доступно любому пчеловоду, даже пасечному сторожу. Взрослые птицы для обучения малопригодны. Лучше всего выследить гнездо чеглока, достать оттуда молодого птенца в таком возрасте, когда у него начнется оперение крыльев, что бывает в июле. Очень важно, чтобы гнездо, из которого взят птенец, находилось как можно дальше от пасеки, так как если птенец будет обнаружен матерью, она помешает его воспитанию. Птенца содержат в искусственно устроенном гнезде. Для этого в глубокую корзинку или ящик, чтобы птенец не мог выпрыгнуть, кладут мягкую подстилку, подвешат где-либо под навесом. Гнездо должно иметь свободный доступ воздуха и света, и в то же время защиту от прямых солнечных лучей. Птенец скоро привыкает к позывным словам и знакам. Первое время его нужно кормить кузнечиками, у которых предварительно обрывают головку, крылья и ножки, точнее туловищем кормят. Иногда птенец не берет пищи, тогда нужно раскрыть ему клюв и вложить в пищу насильно. Кормление кузнечиками продолжается до полного оперения самца. Кормить следует 5-6 раз в сутки, вскармливая за один прием от 10 до 20 кузнечиков. Мясо или рыбу, а также соленую пищу давать нельзя. Кормить нужно только из рук, и не нарушать этого правила даже при кормлении взрослых выдрессированных соколов. То есть, чтоб с рук брал. А если вы положили, он сам клюет, это будет неправильно, и вы будете иметь проблемы. Оберевшимся птенцу делают постоянный насест, сидение в виде палки, устроенной горизонтально у стены, или укрепленной на двух битых в землю кольях. Толщина палки 3-4 сантиметра, длина 75 сантиметров. Чтобы молодой сокол не улетел, его привязывают за ногу мягким тонким шерстяным шнурком. Тут написано, шнурок должен быть достаточно длинным, чтобы при падении сокол не повис в воздухе. То есть, если он с этой палочки спрыгнул, чтобы он мог хотя бы до земли досесть. А не висеть вот так, короче, короткий шнурок не даст ему до земли дотронуться. То есть, и потом он и взлететь не может, потому что это птенец. То есть, чтобы он мог коснуться земли. И дальше, за привязью нужно следить, так как сокол клювом может развязать узел. То есть, надо иметь правильно привязать и наблюдать за этим состоянием. Далее, читаем. С этого момента птенца кормят свежим мясом. Когда он уже оперился и сидит на палке, и уже крылышками взмахивает, привязаны. Для этого можно использовать мясо любой убитой птицы. При уходе за соколом, содержащим неволе, не следует забывать, что сокол очень чувствителен к голоду. Двухдневного голодания достаточно, чтобы он погиб. То есть, надо кормить каждый день. Как только сокол будет переведен на мясную пищу, начинают дрессировку. К проголодавшему привязанному соколу подходят спереди, держа в правой руке кусок мяса. И подставляя соколу ладонь левой руки с вытянутым указательным пальцем. То есть, это левая рука, вот указательный палец, а в правой руке держит кусок мяса. Вот так. Далее, читаем. Подводя палец под сокол, как бы сталкиваясь с насеста на ладонь, произносят позывные слова, например, бих-бих. Пересевшему на руку соколу скармливают кусочек мяса, 20-30 граммов, а затем заставляют его сталкиваясь пересесть на сидение. Урок продолжает 15-20 минут, то есть на то место, где он сидел, назад имеется в виду, сидение на палочку. Урок продолжает 15-20 минут с паузами в 10-15 секунд. Опыт повторяют ежедневно утром, днем и вечером. За 3-5 дней сокол должен научиться самостоятельно, без подталкивания, переходить с палочки сидения на руку человека и обратно. Как только сокол это усвоит, переходят к следующему уроку. Повторив разученный прием и выждав 2-3 минуты, нужно отойти от сидения на полметра. То есть на той палочки, он возле палочки перепрыгивал. А теперь нужно отойти на 3, как тут написано, за 3-5 дней сокол должен выучить. Как только сокол усвоит, повторите разученный прием и выждав 2-3 минуты, нужно отойти от сидения на полметра, показывая мясо, произвести те же самые позывные слова. На полметра, ну вот приблизительно на такое расстояние подальше от палочки. Допустим, здесь палочка, вы отошли дальше. И дальше, как только... Так. Привязанный сокол, если он голоден, перелетит в сидение на вытянутую руку, в нождите получить мясо, лежащее в правой руке. Этот прием повторяют 5-6 раз, скармливая каждый раз кусочек мяса. То есть он обязан быть всегда привязанным. Через 2-3 дня, если этот урок будет усвоен в обычные для занятий часы, повторяют урок с перелетом на одни позывные звуки, не показывая мясо. Но скармливая по кусочку после каждого перелета, мясо не показывают, только зовут его, если он перелетел, мясо достают и подают. Посадив птицу на сидение, назад на это место, урок повторяет, постепенно удлиняя расстояние перелета на длину привязи. И в том же порядке ведут занятия 2-3 дня. То есть увеличивают расстояние дальше и дальше. Если сокол выполняет урок хорошо, можно считать, что приручение идет успешно. В очередной урок, удлинив привязь до 10 метров, то есть до 10 метров веревочка такая, показывают соколу мясо опять из правой руки. И произнося позывные звуки, приучая сокола сначала делать перелеты на 2-3 метра, затем постепенно на расстоянии до 10 метров. Только на одни позывные, не показывая мясо. После 2-3 перелетов сокола следует накормить и посадить на место. После того, как сокол приручен и на позывные звуки охотно делает 10-метровые перелеты, приступает к дрессировке его на птицу. Держа в правой руке свежеубитую птичку, лучше, конечно, щурку, соколу, перелетевшему на позывные, дают клевать голову убитой птицы. Посадив сокола на сиденье, повторяют этот прием 2-3 раза, а затем скармливают ему очередную порцию мяса. В следующем уроке еще более удлинив привязь, подзывают сокола пересесть на руку и, показав убитую щурку, резко подталкивают сокола в направлении подброшенной в воздухе птички, чтобы он на нее накинулся. По выполнению урока сокола призывают на руку и дают 2-3 кусочка мяса. После 3-6 таких уроков, проведенных в течение 1-2 дня, сокола освобождают от привязи, подзывая сесть на руку, высоко подбрасывают приготовленную живую птичку, подстреленную или с подрезанными крыльями, и подталкивают чеглака по направлению взлета птицы. Сокол мгновенно набрасывает на нее и захватывает когти. Этот прием повторяют, скармливая каждый раз в развратившемуся соколу кусочек мяса. Если сокол набросится на птицу, а на позывные слова вернется и сядет на руку, можно считать, что дрессировка закончена. Прирученный сокол настолько привыкает к хозяину, что часто сам просится на руку и охотно поминуется ему. Если чеглак недостаточно выучен, можно применить другой вариант. Изловленную живую птичку пускать в полет, предварительно привязав ее на длинную нитку, намотанную на катушку. При налетах щурки на пасеку, сокола нужно выпускать внезапно. Это отпугивает врагов пчел. Хорошо действуют периодические обходы с соколом окрестностной пасеки. Осенью за чеглаком надо усилить наблюдение, так как он может примкнуть к стае соколов, улетающих на зиму в южные страны. Зимнее содержание сокола несложно. Время от времени нужно выходить с ним для прогулки и на охоту за птичками. Добыча может служить его повседневным кормом. Перезимовавший сокол принесет пчеловоду неоценимую услугу весной. Вот это вот такая небольшая статейка, так сказать, однотемная. Кто заинтересован, может посмотреть эту информацию в журнале 1960 года, номер 10. Вот такая статейка небольшая. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. Ждем ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok